Здравствуйте! С вами преподаватель живописи Евгения Штакова и натюрморт в стиле малоколанцев. Почему же малоколанцев? Да потому что они стали писать на холстах небольшого формата, и возник интерес к камерному бытовому сюжету, небольшому, малому сюжету. Основателем этого направления в живописи можно условно считать Питера Арцена. Именно он вывел натюрморт на передний план. Замечательный художник, живший в XVI веке. То есть выделил натюрморт в отдельный жанр. Ранее и натюрморт, и пейзаж были встроены в какой-то большой монументальный сюжет. И это не выделялось как отдельное произведение. А тут натюрморт с его необыкновенной, гармоничной, сбалансированной композицией впервые стал отдельной картиной, произведением искусства. Натюрморт можно, опять же, условно разделить на несколько видов. Первый вид натюрморта – цветочный или цветочно-фруктовые композиции. Натюрморт в стиле «накрытый стол». Вот ещё один вид – это пышные, пышно убранные столы, ломящиеся от явств. Натюрморты – обманки. Ещё один вид натюрморта. Очень забавные натюрморты, как отдельный вид натюрморта. Натюрморты, где показана рыба, или натюрморты с дичью. И он тоже как отдельный вид натюрморта. Размышления о смыслах. Вся информация по истории натюрморта взята из публикации Михаила Катунина. Яндекс.Дзен. Долгий натюрморт на ночь. Представленный далее натюрморт будет выполнен в стиле, подчеркиваю, стиле малоково-анцев. Техники мы не касаемся. Это большая отдельная тема. Я буду писать акварелью. Кстати, голландцы писали акварелью. Писали, правда, они ей пейзажи в основном. Вы можете взять любой материал. И акрил, масло, темперу. Тот, который вам более привычен для работы. Итак, начнём с самого главного – с композиции. И так начинаем формировать натюрморт в стиле накрытый стол. Для начала мы возьмём драпировку. Вот у меня такая скатерть уже. Она не новая, конечно, даже заплатная местами. Но, тем не менее, вот эта вот бахрома, очень интересная, которая нам поможет создать определённую атмосферу голландского натюрморта. Тёмный фон. 80% голландских натюрмортов написано на тёмном фоне. Это обусловлено тем, что на тёмном фоне гораздо легче показать контрасты. То есть светлые вещи, написанные на тёмном фоне, начинают как бы светиться изнутри. Поэтому тёмный фон у нас подчёркивает свет, тем самым придавая такое вот загадочное, как бы, внутреннее свечение нашим натюрмортам. Складки, не советую закладывать, очень сложные. Поэтому я заложу буквально несколько складочек на переднем плане складки. На заднем плане, на фон, мы будем делать без складок. Далее. В голландских натюрмортах нужна акцентная вертикаль. Как правило, это интересный предмет. Изящная форма, очень красивый. Ну, где же нам взять старинный кубок? Да? Или какой-нибудь такой кувшин изящный. Ну, не всегда это просто. Поэтому предлагаю вот эту вещь, которая есть в каждом доме, у кого есть дети. Это кубок соревнований моего сына. И сейчас мы превратим его в изящный такой сосуд, вполне стиль голландского натюрморта. Для этого я взяла вот этот вот кубок. Он будет служить у нас акцентной вертикалью. И просто стаканчик, ну, для мартини. Наверное, обычный стакан. Вот такой вот формы, которая вот сюда помещается. Далее нам надо закрыть донышко, так вырвать его как следует, чтобы он не кривился. Далее нам надо закрыть вот это мраморное основание. Для этого тоже я беру просто фольгу. Вот так вот на чашечку накладываю. Прижимаю, это я сделала заранее, делаю вот такой вот бортик. Тут вырезала отверстие под вот это вот основание. И нам можно будет вот так вот аккуратненько прикрыть. Вот получилось такое интересное основание. И такой вот, такая вот акцентная вертикаль. Идею мне подала Елена из нашей застудии. Вот как раз с этим кубком. Вот поэтому должно получиться здорово. Далее, что нам нужно? Серебряный поднос. Ну, со столом серебром сейчас не у всех хорошо. Поэтому я взяла обычный пластиковый подносик. Обложила его фольгой алюминиевой. И вот в качестве вот этого серебряного подноса нам будет служить вот этот вот лоточек. Я задумала натюрморт с рыбой. Поэтому фруктов у меня не будет. Будет рыба. И в качестве рыбы я вот такую вот скумбрию на ближайшем рынке приобрела. Сейчас мы еще немножко подвигаем предметы. Пока просто накладываем. Нечем на стол. Кувшин. Это гжель. Такая вот есть кобальтовая гжель. Не всегда она бывает бело-синяя. Иногда бывает такой. Единственное, что из таких вот раритетных вещей у меня вот такая вот серебряная салоночка, которая досталась мне от моей бабушки. Вот серебряная стопочка. И лимон. Лимон я порежу определенным образом, чтобы красиво спускалась корочка у лимона. Вот это будут основные составляющие моего натюрморта. И налью вот сюда вина белого. Но это уже под конец, чтобы оно там не скисло. Вот эту крышку. Подумаю, буду ли я ее ставить на натюрморта или нет. Как будто лучше по композиции. И я решила сделать такой завязочкой этому натюрморту, положив сюда хлебушек. Потому что это довольно логичный вино, хлеб. Поэтому вот еще добавила такой элемент. Вот тут вот еще хочу обратить ваше внимание. Вот этот вот кувшин вот в этом месте как бы растворяется в фоне, сливается с ним в каких-то местах. Это тоже характерная особенность голландских натюрмортов, чтобы какой-то предмет так акцентно выделялся, вот как вот этот вот бокал. А какой-то предмет был с такими тающими краями. Единственное, я, чтобы разбить вот эту монохромность, немножко добавлю ягод клюквы. В идеале должны быть зерна граната. Ну, граната у меня нет, я не стала заморачиваться с этим. Мы же пишем в стиле малых голландцев. Поэтому я думаю, чтобы немножечко вот такие акцентики. И вот это, я думаю, окончательный вариант моей композиции. Единственное, еще посмотрю, там побольше складок показать или поменьше. Вот эта вот крышечка. Немножко меня смущает. Ну, над этими моментами я еще подумаю. А так, в принципе, уже можно начинать работать. Первым делом нам надо просто набросать основные цвета. Что мы и сделали. Рисунок и просто заливка основными цветами. Далее можно приступать уже к прорисовке детализации. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok